Вы никогда на первом свидании не узнаете, что это за человек. Вы никогда не узнаете, сколько у него машин, квартир, детей и денег. Если он придет в Роликсе и приедет на Бентли, это не показатель, что у него есть деньги. Вы поведетесь просто на машину и поставите себя в уязвимое положение. Никогда не надо в этом отношении торопиться, никогда не надо лезть в его белье, никогда не надо стараться на первом свидании узнать, насколько он перспективный. Потому что мужчины-то все перспективны. Но перспективы бывают разные. Поэтому на первом свидании не надо задавать такие вопросы. Есть ли у него машина, есть ли у него дети, жена и все остальное. Он захочет, он сам расскажет. Вы сами никогда в жизни, если этот человек умный, если он действительно что-то из себя представляет, у него есть деньги, машина, квартира и что-то еще, он в жизни вам никогда не даст понять, что у него есть. Все перспективы этого человека вы можете узнать только на протяжении встреч. Никакая первая, даже вторая и третья встреча этого может не дать. Он может приехать на Бентли, он может быть такой жлоб, что вы офигеете. Ничего никогда вам мужчине вы не скажете по внешнему виду. Ни на что можно не обращать внимания. Это все может быть блеф и постановка. А вы за это зацепитесь, начнете строить планы в отношении этого человека. А потом узнаете, что у него кредитов больше, чем у всего вашего микрорайона. Поэтому успокойтесь, расслабьтесь и не стройте долгосрочных планов. Сейчас у вас первое свидание, вы знакомитесь с этим человеком и все. И поставьте пока на этом многоточие.